что с украинскими властями каши не сваришь. Но тогда зачем они послали на Украину 300 тысяч солдат, которых так не хватало на Западном фронте? На Украинскую республику Германии было глубоко наплевать. И она перестала обращать внимание на Центральную Раду и взяла вопросы продовольствия в свои руки. Украинские власти могли строить любые иллюзии, но их правительство было сугубо марионеточным. Сменить такое правительство было делом техники, а найти подходящий повод можно было в любой момент. Когда переворот был подготовлен к зданию, где заседала Центральная Рада, подъехали немецкие броневики и пулеметчики. Солдаты поднялись наверх и вошли в зал. В этот момент Центральная Рада обсуждала вопрос о нарушении немцами суверенных прав Украинской Народной Республики. Представители фракций выступали очень бурно. Кто-то назвал 70-летнего, командующего немецкими силами на Украине фельдмаршала Эйхерна, немецким лейтенантиком с нафабринными усами. Это, конечно, было типичное надувание щек и трепотня. Очередного оратора немцы оборвали на полусловие. К председательскому креслу подошел немецкий офицер и на ломаном русском языке скомандовал. По решению германских властей, объявляя всех присутствующих арестованными, руки вверх. В это время солдаты взяли ружье на прицел. Все поднялись и подняли руки. Грушевский, смертельно бледный, оставался сидеть на своем кресле и единственный рук не поднял. Он на украинском языке пытался объяснить офицеру о недопустимости нарушать права парламента, но тот его почти не слушал. Организаторы государственного переворота избрали своеобразное место для смены политической декорации. Эта смена произойдет 29 апреля в Киевском цирке Крутиково. Решили возродить гетманство на Украине на арене цирка. И она превратилась в арену истории. Это символично. Такой факт ставит неутешительный диагноз. Если говорить одним словом, это маразм. Простой, здравый смысл, элементарный вкус, если бы он сохранился, не допустили бы такого фарса. Но смута мешает все понятия. В цирке собрался съезд хлеборобов. Это была общественная организация «Союз хлеборобов-собственников». Она появилась на Украине в 1917 году. Союз объединял зажиточных крестьян и помещиков. Выступал он за сохранение частной собственности и против социалистических экспериментов Рады. «Нам нужна для спасения страны твердая власть», бушевали ораторы. «Нам нужен диктатор, нам нужен по украинской традиции гетман». В это время в коридоре цирка в сопровождении свиты появился высокий, по-военному подтянутый человек в белоснежной Черкесске и с орденом Георгия на ленте. Когда один из ораторов предложил в гетманы Скоропадского, человек в белоснежной Черкесске вошел в зал. И тогда все, как один, встали и громко приветствовали его. Сотни глаз, надежды и восторгом устремились на Скоропадского. Вот так была провозглашена украинская держава во главе с гетманом и ликвидирована Украинская Народная Республика. Вся предшествующая жизнь и воспитание Павла Петровича Скоропадского мало соответствовали его нынешней роли. Впрочем, он действительно был праправнуком гетмана Ивана Скоропадского, который был избран вскоре после измены Мазепы по инициативе Петра. Но с тех пор много воды утекло. Павел Петрович был русским офицером, генералом. Он участвовал в русско-японской войне, входил в свиту его императорского величества Николая II. Во время германской войны он командовал полком, дивизией, потом корпусом. А в 1917 году увлекся политикой. И чем дальше, тем больше. Сепаратисты всегда любят генералов или, на худой конец, полковников. И те редко устоят от соблазна стать национальными героями. Скоропадский не устоял. В октябре 1917-го его изберут атаманом, а через полгода – гетманом. К нему будут обращаться так – ясновельможный пан Гетман. Это впечатляло. Вероятно, он часто попадал в смешное положение, особенно в конце своего бесславного правления. А потому сцена с гетманом из «Дней Турбинных» Булгакова кажется вполне правдоподобной. Здравия желаю, Ваше Светлость. Здравствуйте, Поручик. Сводку мне. Размелюсь доложить, Ваше Светлость. Я только что принял дежурство. Корнет князь Невожильцев дежуришь и до меня? Свидь размовлят и по-украински. Это безобразие. Ни один мой офицер не говорит на языке страны. Слухаю, Ваше Светлость. Ну, прохаю ласково. Корнет. Черт его знает, как корнет по-украински. Невожильцев я думаю. Думаю. Думываю. Думываю. Говорить, Порус. Слушаю, Ваше Светлость. То, что Гетман плохо кончит, было ясно с самого начала. Бражения, начатые в деревне, не могли прекратить ни немцы, ни тем более Гетман. Это брожение стремительно перерастало в крестьянскую войну. И уже всюду можно было видеть возбужденные толпы потенциальных грабителей и погромщиков. И неизбежно должен был явиться предводитель. Авантюрист, настоящий герой смуты. Вот тут и взошла звезда головного атамана Симона Петлюры. Он начал действовать под носом у Гетмана, совершенно не таясь. В огромное здание Киевской земской управы, где он был предводителем, свободно приходили его друзья-приятели, украинские социалисты-революционеры из Центральной Рады, разогнанной немцами. Они создали некий политический орган, директорию, тщательно наработали над захватом власти и даже составили некий план. В какой-то момент Петлюра плюнет на всю эту мышиную возню и отправится в Белую церковь под Киев. Там он от своего имени издаст универсал к народу с призывом к восстанию. Их такое впечатление, как будто все только этого и ждали. К Петлюре, этому лжедмитрию гражданской войны, потекли потоки людей. Пришло время атаманщины, Петлюровщины. Еще недавно никто, собственно, и не знал толком, кто такой Петлюра. Теперь о нем ползли слухи. Петлюра призывает на немцев, Петлюра идет на Гетмана. Она, мужики так и говорили, она, Петлюра ему покажет. Слава Богу, не будет больше этой Украины. Все эту темную, озлобленную массу Петлюра поведет на Киев. Немцы разбегутся, прихватив с собой Гетмана. Небольшая горстка русских офицеров, добровольцев, юнкера, все эти турбины ничего не смогут сделать. Их сметет Петлюровщина. Древний город давно не видел такой армии, которая вошла в него 14 декабря 1918 года. На той же самой Софийской площади, где менее года назад весной маршировали немецкие роты, был устроен парад и встреча Петлюры. Его штаб несколько дней готовил эту встречу. Долго решали вопрос, как вступать к главному атаману на белом коне, либо просто на автомобиле. И когда допускать директорию вместе с Триумфатором, либо потом, когда смолкнут аплодисменты. Не без колебаний решили допустить сразу. Все-таки, как-никак, верховная власть Украинской Республики. Тем временем в Киеве, который наводнили Петлюровцы, началась невиданная в оканале грабежей и еврейских погромов. Все это было и раньше, и даже при немцах, но теперь делалось с беспримерным размахом и совершенно открыто. Бандиты были хозяева положения, они были защитниками Украинской Республики. Обращаться к власти, к директории, к Петлюре было совершенно бессмысленно. С этого момента волна насилия захлестнула всю Украину. И это насилие было обращено уже не только против евреев. Началась война всех против всех. Появились многочисленные банды во главе с атаманами и батьками. И недаром мы симпатизируем героям Белой гвардии и Дней Турбиных. Происходит это по очень простой причине. Эти люди сохранили человеческий облик в то страшное время. Только и всего. Но таких людей было уже немного. И был тогда на Украине совершенно уникальный человек. Интеллигент в полном смысле этого слова. Замечательный русский писатель. Украинец, между прочим, Владимир Галактенович Короленко. Он жил в Полтаве, в этом доме, и был свидетелем многих событий. К нему приходили люди, которые уже отчаялись увидеть своих близких. Тех, кто стал жертвой произвола и насилия. Короленко хлопотал за всех. У него были душевные силы и моральное право говорить правду. Говорит открыто всем, погромщикам, бандитам, белым, красным, всем. Можно не разделять политических убеждений Короленко, но с ним надо согласиться в главном. Он поставил безошибочный диагноз своему времени. Никакого национального возрождения на Украине тогда не было. А была деградация, озверение. Всеобщее озверение. Впрочем, на этом история украинского движения не закончилась. После победы большевиков, те, кто боролись за самостийную Украину, продолжат борьбу. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» В цикле «Жили-были славяне». Субтитры подогнал «Симон»